Это было в 1995 году. Мы, собственно, открыли эту площадку. Мы впервые, раньше, предыдущие два фестиваля, в 1993 году, в 1991 году, играли только в Конституционском дворе. И мы, Капитанскую дочку, вот здесь поставили ворота, и это была Белогорская крепость. А потом у нас был, в списках не значился спектакль «Человек из Ла-Манч», «День победы среди войны», «Бег Булгакова». Ну, много спектаклей, которые мы специально делали для Пятницкой башни. И, в общем-то, мы всегда, все фестивали, которые были «Голоса истории», когда мы работали под открытым небом, это была наша площадка, это уже как филиал нашего театра. Ну, в общем-то, это традиция уже, что в Вологодские театры, и мы, и в Драматический театр, мы ставим спектакль, премьеру прямо на фестивале. Рискуя, потому что впервые увидят, это премьера, значит, впервые увидят критики, жюри. Ну, ведь такое дело, знаете, поэзия издав незнаемая, когда репетируешь, не знаешь, как получится спектакль. Поэтому в этом есть определенный риск. И если бы этот риск еще каким-то образом поддерживали наши учредители, то было бы замечательно, потому что мы уже сколько лет на фестивальный спектакль не получаем ни копейки. Все за свои. Это сложно. Ну, тем не менее, работаем. Ну, вот видите, мы шесть лет здесь не были. Владимир, смотри сюда, подошли тебе невест. Крахова! Браво, браво! Дом в Петербурге, другой в Москве. Сватарем! Господа, да она замуж. Я видел ее вчера в кондинерской Вольфе и Беранже с мужем. И дети есть. И дети. В 2010 году мы играли спектакль «Забыть горострата» здесь. Потом, через два года, в 2012 году, мы играли дома у себя, «Алые паруса» и «Дорогу по мертвым душам». И в 2014 году мы фестивалю поставили Ромула Великого, тоже играли у себя дома. Ну, а сейчас вернулись опять на свою проверенную площадку. Расскажите, а кто написал пьесу? Это режиссер, профессор Санкт-Петербургской театральной академии Геннадий Тростенецкий, которого я знаю еще много лет. Он ростовчанин, а я в Ростове на Дону много работал. Он учился у Товстоногова в свое время. Он был главным режиссером и театра на Литейном, и в Омской драме много лет назад. Ну, мы с ним хорошо знакомы, он как-то мне прислал свою пьесу. Это, собственно, не пьеса была им написана, а это были импровизации со студентами. И премьера была в Санкт-Петербургском Пушкинском театральном центре под руководством Владимира Рецептора. И там был такой учебный, полуучебный спектакль, когда сами студенты сцены некоторые сочиняли. И потом он это записал как пьесу. Мне понравился сам по себе ход. Там очень много импровизаций, там очень много таких сцен, которых, собственно, нет вообще у Пушкина. Ну, например, там Маша любит читать французские романы. И там прямо сцены из французского романа, которую там сочинил автор вместе со своими студентами. Некий Эдгар и Люси разыгрывается такая драматическая история несчастной любви. И это все в воображении Маши, как бы. И вот такая сцена, она совершенно реальная, играя сцены из французского романа. Ну, театр. Театр. Театральное зрелище. В целом случае, мы, видите, до 20-го числа мы репетировали у себя дома. Ну, в общем-то, это такой опыт у нас первый, можно сказать, потому что все спектакли, которые мы ставили здесь, в Пятницкой башне, мы делали для Пятницкой башни, а потом переносили с некоторыми потерями, переносили на сцену. В этот раз мы с художником Виктором Пушкиным, которым последние годы работаю, да, Виктор Пушкин, капитанскую дочку и Дубровского написал, тоже Пушкин. Вот. Мы с ним придумали такую конструкцию, которая может быть и в Кремле, но она легко перенесется на сцену. Но все равно премьера в Кремле. Виктор Пушкин